Школа будущего. Именно так называют центр образования номер 16 в Челнах. В образовательном учреждении прошла конференция. Ее посетили учителя, директора школы не только Автограда, но и Мариэл и Тулы. Им показали плавательные VR-очки, участников научили управлять квадрокоптерами, раскрыли секреты выращивания агрокультур по системе гидропоники и многое другое. Все это может быть использовано для ранней профориентации. Подробности в нашем материале. Ребята изучают современные агропрофессии, выращивают растения гидропонным способом. Что такое гидропоника? Это выращивание салатных, ягодных культур на воде. А для этого используется питательный раствор. Он добавляется раз в неделю. Вот, например, этой грядкой земляникой 6 месяцев, 5 из которых она дает урожай, говорит участник конференции Екатерина Шикина. По ее словам, проект был создан из-за дефицита кадров в агропромышленной отрасли. Решить вопрос возможно через систему ранней профориентации. Нам мастер-класс очень понравился. Жаль, что мы с агроклассами еще не связывались. Но направление интересное. Особенно для детей, кто увлекается биологией, химией. Наша съемочная группа уже находится в центре образования номер 16, где сегодня для более 250 учителей подготовили 10 мастер-классов. Соответственно, будет и 10 локаций. Одна из локаций – актовый зал. Здесь учителям показывали, как можно управлять дронами. Есть несколько видов. Это визуальное управление. Тогда квадрокоптер можно наблюдать в прямой видимости. В руках пульт. Второй тип управления квадрокоптерами – это FPV. В этом случае понадобится еще и видеошлем, чтобы можно было все просматривать. Либо передача идет на пульт управления, у которого уже установлен монитор. И картинка с видеокамеры передается на этот монитор. И мы видим изображение, как с птичьего полета. И здесь используют промышленное, МЧС, МВД, агронаправление, спасатели. Когда мы, как комплексный поставщик, общаемся с директором школы, мы решаем те задачи, которые необходимо решить именно в данной школе. Это может быть робототехника, это может быть агрокласс, это может быть БПЛА. Сотрудники школ могли все просмотреть и при необходимости выбрать те направления, которые они хотели бы внедрить у себя. Альмира Гаинудинова, Кирилл Хабзеин. Новости. Набережные Челны.